ПРОЕКТ Я ПОМНЮ Интервью с ветераном Великой Отечественной войны. ЖЕЖЕЛЬ МЕФОДИЙ ПЕТРОВИЧ Интервью и литературная обработка Сергей Маврин. Руководитель проекта и главный редактор Артём Драбкин. Опубликовано 25 ноября 2009 года. Часть первая. Год рождения 24 апреля 1920 года в селе Верхний Аманаш Каннского района Красноярского края. Окончил школу, семь классов. В своём селе четыре класса. И так как в селе не было средней школы, учился в городе Каннске. После окончания семи классов поступил учиться на РАПФАК. Два года обучения. Закончил его и стал работать в колхозе учётчиком. В 1937 году поступил на курсы трактористов в Большауренской МТС. Закончил и отработал летотрактористом. А зимой отправили МТС учиться на курсы бригадиров. Окончил курсы весной 1939 года. Работал бригадиром тракторной бригады Большауренской МТС в своём колхозе «Верхний Аманаш» имени Ворошилова до 10 октября 1940 года. С 10 октября 1940 года был призван в советскую армию на Дальний Восток, город Ворошилов, Уссуриск, в первую отдельную краснознамённую дальневосточную армию. Командующий генерала Панасенко, член военного совета генерал Голубовский, начальник штаба генерал Попов, после генерал Попков. С 10 октября 1940 года был зачислен в 48-й отдельную танковую бригаду. После карантина был зачислен в 6178-й учебный танковый батальон. В 48-й отдельной танковой бригаде с 10 апреля 1941 года был зачислен в 117-й отдельный танковый полк, механик-водитель танка БТ-7 58-й танковой дивизии. В апреле 1941 года своим ходом 58-я танковая дивизия переехала станцию «Манзовка», где разместилась в военном городке в казармах. После в палатках, а техника рядом с нами в кустарниках и аппарелях. Командир 58-й танковой дивизии был полковник Панов. В момент переезда из города Ворошилов в гарнизон «Манзовка» он отбыл из дивизии в Москву. Командиром 58-й танковой дивизии стал полковник Котляров. У нас было усиленное занятие по стрельбе, по вождению танка, где применялась стрельба по мишеням, стоящим и движущимся, с ходу на скорости с остановкой. Большое внимание уделяли к боевой и политической подготовке. Днем и ночью было вождение танка и стрельба с пушки и пулемета. Все это было на полигоне, оборудованном для стрельб не только с танка, но и с ручного оружия, винтовка, автомат и наган. У танкистов в основном личное оружие был наган, но применялись автоматы и винтовки. Почти каждый день копали опорыли, меняли места хранения техники. Мы были хорошо подготовлены по всем военным дисциплинам. Топография, политподготовка, физподготовка, вождение, стрельба и марш на выносливость, но особенно была большая требовательность комсомольцам и членам-кандидатам в АКПБ и КПСС. Я на себе это испытал. Был кандидат в партию еще до призыва в армию. 1-я рота, старший лейтенант Зубченко, кавалер Ордена Боевого Красного Знамени, участник боев в Испании и на озере Хасан. 2-я рота, старший лейтенант Харитонов, тоже кавалер Боевого Красного Знамени, участник боев в Испании и на озере Хасан. Командир 117-го танкового полка, майор Серов, зампотех части, капитан Ефремов. Командир автороты, старший лейтенант Фололеев, командир автобатальона, майор Барабаш. 22 июня 1941 года был выходной день. Мы все, кто не в наряде, пошли к речушке, которая была в 400 метрах от палаток 117-го танкового полка, чтобы постираться, но раздалась сирена, боевая тревога. Началась Великая Отечественная война. Через час-два приехали. Командующий 1-го ОК генерал Апанасенко, член военного совета генерал Голубовский, сделали митинг в расположении 58-й танковой дивизии, где всех призвали поехать на фронт добровольно. Весь состав 58-й танковой дивизии в ответ сказал «Поедем, ура, ура!» Нам дали несколько дней на сборы, распределили точки погрузки. Отправлялся 117-й отдельный танковый полк со станции «Мучная». Другие части также поблизости от Манзовки, потому что дивизия была в развернутом виде и на одной станции не смогла бы в срок погрузиться. А так погрузились в срок, и выехали эшелоны 58-й танковой дивизии один за другим. Не доезжая до Москвы, но уже под столицей наш эшелон встретила с воздуха авиация противника. Всю дорогу, когда ехали в вагонах, мы чувствовали себя спокойно, считали, что мы герои. Нам не было страшно. Мы были едины в том, что мы, танкисты, покажем врагу силу сибиряков для восточников. Но когда самолеты очередям избреющего полета открыли несколько заходов с крупнокалиберных пулеметов, огонь по эшелону, и с вагонов полетели обломки, то мы, все герои, залезли друг на друга под двухъярусные нары. Но обошлось все хорошо, потому что стрельба была всего 10-15 минут. После этого, когда эшелон сделал остановку на несколько минут, на какой-то маленькой станции под Москвой, то мы, все танкисты, перешли на свои танки БТ-7 и все экипажи, свои ручные пулеметы установили на башнях. Для обстрела авиации противника, но они больше не налетали на нас. Да и в Москву пробраться им не так просто, в воздухе была сильная охрана. В Москве на станции наш эшелон 58-й танковой дивизии 117-й танковый полк встретил бывший командир полковник Панов, который еще до войны выехал из города Уссурийск-Ворошилов. Слухи были, что командир дивизии выехал на рекогностировку, а куда не знали. Позже он нас встретил в Москве, и наш 117-й танковый полк сопровождал до места разгрузки за город Клин в город Высоковск, и другие эшелоны нашей 58-й танковой дивизии разгружались где-то рядом в Солнечногорске. Сразу по прибытию наша 58-й танковая дивизия в полном составе зачислили в Западный фронт командующий генерал армии Жуков в состав 16-й армии генерала Рокоссовского. Вскоре вступили в бой в обороне города Великоламска, Суворова, Теряева, Крюкова и другие населенные пункты и города. После мы обороняли город и районы Можайска, потом город Звенигород, Клин, Солнечногорск. В боях обороны города Москвы 16-й армии генерала Рокоссовского и 30-й армии генерала Лелюшенко шли рядом, и нашу 58-ю танковую дивизию передавали то в 30-ю армию, то в 16-ю армию. И так было, где тяжелее, туда 58-ю дивизию. Очень были ожесточенные бои за город Волоколамск. 15 ноября 1941 года 58-я танковая дивизия совместно с частями 126-й и 316-й стрелковых дивизий получила приказ уничтожить 106-ю и 35-ю пехотные дивизии противника и освободить город Волоколамск, где и погиб наш командир 58-й танковой дивизии полковник Котляров и другие военачальники дивизии, а также большая потеря танков и другой техники. Приказ был выйти из боя и перейти в оборону города Клин и вели несколько дней и к ночей в конце ноября и вели тяжелые бои в условиях окружения. В середине декабря 1941 года 58-я танковая дивизия приняла участие в Клинско-Солнечногорской наступательной операции. В ходе боевых действий на Клинском фронте 58-я танковая дивизия в конце декабря переформировалась 58-ю танковую бригаду. В январе 1942 года бригада участвует в Сычевско-Вяземской наступательной операции Калининградского фронта в составе 30-й армии генерала Лелюшенко. В конце февраля выводится в резерв ставки Верховного Главного командования в Костеровский танковый лагерь. В лагере особенно были усилены занятия, отмечались ошибки и удачи во время боевых действий в обороне столицы и полного разгрома армии противника. А вскоре получили новые танки Т-34, Т-70, КВ-1 и другую боевую технику, а также укомплектовали личным составом. Назначен новый командир 58-й танковой бригады майор Величко. В апреле погрузились на Шелоны и поехали на Харьков, Белгород. Разгрузились в городе Белый колодец. Своим ходом 18-20 километров дошли до города Волчанск, где остановились на окраине леса возле города Волчанск недалеко от Северского Донца. Перед тем, как форсировать реку Северский Донец и перед вступлением в бой на Юго-Западном фронте майор Величко решил провести партийно-комсомольское собрание. Несмотря на то, что танки поставили буквы П, при выступлении майора ранили. Оказалось, что недалеко на сосне было гнездо снайпера, как называли гнездо кукушки. Ранение было прямо в грудь, пуля пробила партбилет, но сам он остался жив. Санитарная машина увезла в госпиталь майора Величко, который вступил командиром 58-й танковой бригады в марте или апреле 1942 года на полигоне Костеровский танковый лагерь. Не знаю, был он уже на фронте или нет, но в 58-й танковой бригаде ему не удалось вступить в бой. Помню, на фронте, также на пушке леса недалеко от города Звенигород, командующий 16-й армией генерал Рокоссовский проводил партсобрание. У своего НП были поставлены танки буквой П для защиты. Поставили столик прямо рядом от землянки НП Рокоссовского. Во время собрания прилетел вражеский снаряд. Он упал рядом с НП, но не разорвался. Доль снаряда была трещина, но волной всех положила, а столик генерала Рокоссовского и президиум партсобрания снесло волной прямо в блиндаж наблюдательного пункта Рокоссовского. Но после собрания я взял снаряд и рядом под сосной закопал его, а дерево топором затесал. 17 мая 1964 года по 3 июня 1964 года я должен был отдыхать в военном санатории города Звенигорода, но получив письмо от своего товарища по войне 203-й стрелковой дивизии подполковника Гагаулина, он был в дивизии редактором газеты «Удар по врагу», а после войны работал в Москве в ЦДСА. Мои планы изменились. Он предложил приехать раньше на 10 дней устроить меня в гостинице в ЦДСА в хорошем номере и вместе отпраздновать День Победы 9 мая. Я так и сделал. Взял с собой дочь Люсю и поехали. Приехали в Москву в гостиницу «Идеалы» встретились с полковником Гагаулиным. Нам дали номер люк с телефоном и двумя комнатами. Там мы и разместились с дочерью, где провели эти дни очень хорошо. На седьмом этаже комната номер 720 окна выходили на Красную площадь. Смотрели в окна салют в День Победы. Были на торжественном вечере, смотрели концерт Зыкиной. Позже мы пошли в ресторан, там были накрыты столики. С нами за столиком был Гагаулин с женой. Я там встречался с маршалом Головановым и многими генералами и летчиками, которые спасали человечество от фашизма. Встретился также с братом Фидели Кастро. Поговорив со мной, министр обороны майор Рауль Кастро пожал мне руку так крепко, что целую неделю ее ощущал. Встречался с молодыми офицерами и их женами из города Дрезден. Они приходили ко мне в номер в окна смотреть салют. Маршал вручил мне медаль 800 лет Москвы. 17 мая 1964 года мы приехали в санаторий. Дочь я устроил одной сотруднице на квартире, у нее тоже была дочь. Люся питалась у них. Завтрак, обед и ужин я за все уплатил. Каждый день я с ней прогуливался, но чуть-чуть не потерял ее, еще одна секунда ее нет. Недалеко от санатория где-то полтора или два километра было место, где произошло событие с Рокоссовским. Мы решили сходить туда. Мы, это я, дочь Люся, корреспондентка журнала Ганек, полковник Михайлов и полковник Лобов. Дошли мы ДНП и увидели, что блиндаж залит водой. Мы вчетвером часа два искали, под каждым деревом рылись. Полковник Михайлов нашел какой-то железный предмет и я стоял рыть под этим деревом. Начали ковыряться и нашли этого паразита. Несли его по переменке до санатория. Корреспондентка журнала сказала нам «Я сфотографирую место НП, блиндаж Рокоссовского и снаряд. Обязательно помещу у нас в журнале». Мы уже почти дошли до территории санатория и начался сильный громовой дождь с молнией. Там была березовая роща и очень толстые деревья. Мы вчетвером встали под одним деревом, а дочь метров пяти-шести от нас. Я сказал ей идти ко мне, чтобы я ее мог укрыть, потому что она будет вся мокрая. И только она ко мне перебежала, молния ударила по тому дереву, где стояла моя дочь. Молнией расколола дерево сверху донизу на несколько частей так, что даже пня не осталось, а земля вокруг него горела. Больше мы в этот лес не ходили. Я был счастлив, что с моей дочерью ничего не случилось. Полковник Михайлов жил по улице Горького, недалеко от Красной площади. Я несколько раз был у него в квартире. Он тоже отдыхал в санатории. У него была автомашина «Волга» «Газ-21», и мы с ней ездили. Я ему помогал обслуживать машину. Когда Михайлов служил, то возил военного начальника Гомарника, потом он стал полковником, командиром авиадивизии, помог ему в этом Гомарник. Таких случаев было много во время Великой Отечественной войны. Но вернусь к войне. После ранения командира 58-й танковой бригады в ней остались сильные кадры в управлении, такие как военный комиссар полковник Говоруненко, начальник политотдела Соловьев, Ефремов, Серов, Абрамов и другие. Они сразу взяли на себя командование 58-й танковой бригады. Бригада форсировала Северский Донец рядом с городом Волчанск и включилась в Юго-Западный фронт маршала Тимошенко. В 1942 году в мае месяце в первых числах 58-я танковая бригада была зачислена в Юго-Западный фронт в районе Белгорода. В районе Белгорода и Харькова вошли в армии 6-я, 21-я, 28-я, 38-я, Чистякова и Москаленко. Все 6-я, 21-я, 28-я, 38-я армии вели сильные бои за Белгород и Харьков, где попали в окружение некоторые части этих армий, а 6-я армия вся полностью. А в первые дни боевых действий наша 58-я танковая бригада в конце апреля и в начале мая 1942 года с другими частями 6-й, 21-й, 28-й, 38-й армии продвинулись вперед на 30-35 километров. Дошли где-то на окраину города Белгорода. С левой стороны помнится Октябрьское и где-то в селе, которое долго тянулось, посередине стояла церковь, целая и неразбитая. Но утром со стороны противника были выпущены артснаряды по колокольне. И с нашей стороны ответный выстрел. Так было. Один раз в день противник и один раз в день мы. Это проверяли, нет ли на колокольне наводчиков. Первые дни боя в обороне Белгорода был успех. Где-то в конце мая 1942 года мы стояли в обороне на своих рубежах. В лесу небольшим размером по площади к нам в расположении заехал маршал Советского Союза, командующий Юго-Западным фронтом Тимошенко и еще с ним два генерала. Дал нашему экипажу боевое задание. Возле села в лесу стоял безгорючев танковый полк. Марш Тимошенко по пути и когда ехал к нам в 58-ю танковую бригаду увидел на дороге стоит бензовоз и рядом лежит убитый шофер. Мне поставлена задача отбуксировать бензовоз в соседний полк. При выполнении заданий снаряд пробил люк башни и пронзил через грудь командира экипажа лейтенанта Орлова смертельно. Он на ходу открыл люк и наблюдал. А снаряд прямой наводкой угодил прямо в люк. Мы взяли бензовоз на буксир так как он был неисправный и потащили к лесу где стоял танковый полк безгорючего. Всего было 3-4 километра доехали и стали заправлять. Я стал помогать танкистам заправляться и тут появился немецкий самолет-разведчик. Мы его называли Рама и сразу налетела авиация и начала бомбить. Стали бомбить фугасными бомбами весь грунт с камнями вверх, а потом падал обратно на землю. Меня засыпало большими кусками земли и обломками деревьев. Я был контужен и мне сломало 9 ребер, но об этом я узнал позже. Мы продолжили помогать заправиться. Заправившись, полк пошел по ложбине в наступление. По возвращении маршал Тимошенко пожал мне руку и сказал «Видел, все видел, молодец!» Достал из портфеля медаль за отвагу и вручил ее мне. А также добавил «Мы видели, как танки вышли и пошли куда нужно». Хорошо помню, вечером противник сбросил очень много листовок, разнообразного в них содержания. Карикатуры на товарища Сталина, множество пропусков на их территорию и множество листовок, в которых говорилось «Кто хочет жить, берите пропуска и переходите к нам, а то завтра в 12 часов 12 июля будем вас бомбить и будем вас гнать бомбежкой до Дона, а от Дона до Волги с гармошкой». Мы все посмеялись, но все-таки насторожились. Как говорится, нас побить побить хотели, но мы тоже не сидели. Была усилена оборона нашей 58-й танковой бригады, 116-й и 117-й отдельных танковых батальонов и других частей бригады. Я тоже был в наряде в своем 117-м отдельном танковом батальоне. Прошла ночь. Все нормально, мы смеялись и были выкрики наших воинов. Испугался Гитлер, но мы все-таки ждем. 12 часов упорно ждали с героическим настроением в отпоре наземных частей противника. Ровно в 12 налетели самолеты Гитлера. Даже не было разрыва в их строе, один за другим плотным строем летели и сбрасывали бомбы. На нашей части 6-й, 21-й, 28-й, 38-й армии. Был приказ отходить от города Белгорода по направлению на город Харьков. Под городом Харьковом попали в окружение, но вышестоящие командования были настоящими командирами. Прорвали кольцо противника, конечно, с потерями с нашей стороны и со стороны противника. Никто не дрогнул, а шли на смертельную схватку. За свою технику были уверены так же, как в обороне столицы Москвы. Когда вышли с окружения, то 58-я танковая бригада вышла на знакомые дороги и поля. На те места, где гнали немецкие войска от города Волчанска и левее до города Белгорода, Октябрьское, Грай Ворон и другие села. И дошли обратно до города Волчанск на то место Северского Донца, где была переправа в Брод. Образовалась пробка в основном танковых войск. Пришлось укреплять переправу. Рубили, пилили лес, связывали и укладывали в реку, поднять немного, чтобы не попала вода в танки и машина с грузами и прицепами. Нас еще спасло то, что переправа была в лесу, но зато была непрерывная бомбежка самолетов противника. Но немецкой авиации было трудно бросать в цель свой груз-бомб, потому что лес и рядом немецкие войска. Перед переправой, примерно с километра или больше, мы закопали и замаскировали над дорогой у реки танки, чтобы перекрыть переправу от противника на подходе. Так и получилось. Не забуду старшего лейтенанта танкового взвода Шолохова. Он пропустил колонну танков противника на расстояние, сколько занимал его взвод, и начал бить их по борту и в корму. В итоге 16 или 18 танков за несколько минут загорелись. Это только его экипаж, а взвод тоже не сидел. Шолохов начал бить по танков сначала с первой, а его экипажи взвода где-то с середины. Авиация противника беспрерывно вела бомбежку, и когда стали гореть немецкие танки, то обволокло всю реку и лес дымом и гарью. Авиации противника стало трудно различить, где наша военная техника, а где немецкая. Из-за дыма отгоревших танков, который уничтожил взвод Шолохова, авиация на время прекратила бомбежку и обстрел по переправе и вблизи нее. В это время быстрым темпом наши войска переправлялись через реку Северский Донец. Своим подвигом командир танкового взвода, старший лейтенант Шолохов, создал условия для форсирования реки Северский Донец и лично сам поджег до 20 танков разных марок. За его подвиг обесстрашие правительство СССР присвоило ему звание Героя Советского Союза. Наши экипажи 58-й танковой бригады тоже стояли в обороне переправы на опушке леса вдоль реки Северский Донец. Задача была в первую очередь дать возможность форсировать реку артиллерии и занять на том берегу оборону. Бомбежка противника была жестокой. Несмотря на это, тыловые части автотранспорт со снарядами и другим имуществом форсировали переправу. Помню такой эпизод. 58-я танковая бригада переправилась и пошла в сторону города Волчанск, Белый колодец, Ольховатка, Валуйки. Мы стояли в лесу. Меня повезли в Валуйки после контузии. Сделали рентген в железнодорожной больнице. Сказали, сломано 9 ребер и нужно остаться. Но я не согласился. Чуть-чуть болело. Мне дали совет, что делать, чтобы хуже не было. Я был молодым тогда, 21 год, и вернулся в лес в свою 58-ю танковую бригаду. От Валойк пошли дальше на Россош через район Ольховатки. Остановились в небольших лесках между Россош и Белогорье. В первый лесок от Россош наш 117-й отдельный танковый батальон, рядом 58-я танковая бригада управления и после 116-й отдельный танковый батальон. Стояли, наверное, дней 5-6. Получили приказ сдать часть техники в часть. По-моему, 4-му танковому корпусу сдали технику, а 58-я танковая бригада и отдельные батальоны 116-й и 117-й должны были ждать в Россош технику. Но не получилось ждать, начали наступать вражеские войска. Был дан приказ, 58-я танковая бригада со своими батальонами должна форсировать реку Дон на излучение Россош в районе Верхний Мамон и сосредоточиться в районе Воронежский Калач рядом с селом Рудня. Но только отъехали, точнее, большая половина шла пешком, начался авианалет на станцию Россош. Станция Россош горела, взорвался склад ГСМ. А на переправе оказалась пробка из техники и личного состава и тоже начали бомбить, сколько было уничтожено техники и сколько погибло воинов. Но саму переправу не бомбили, так как она им тоже нужна была. Но часть наших танков 58-й танковой бригады, которые не сдали в 4-й танковый корпус, а оставили себе для прикрытия частей и другие части, там же стали переправляться кто как мог. Лето, солдаты своим ходом вплавь, кто переезжал на соседние переправы, а кто успел с техникой переправиться через Дон, организовали на том берегу оборону. 58-я танковая бригада переправлялась рядом в районе Верхний Мамон и других переправок вдоль реки Дон. Но на других районах реки Дон переправы взорвали, а где переправились, то там уже ждали противника. А в районе Белогорья, города Павловска, там много было войск, особенно механизированных. Но наша 58-я танковая бригада на место сосредоточения с рудня рядом с Воронежским Калачом не ушла, а заняли оборону вдоль реки Дон и переправы. Ждали войска противника. Наши самолеты, особенно истребители, патрулировали над переправой и не один раз включались в схватку с самолетами Гитлера. Ни один фашистский самолет рухнул в реку Дон. Здесь произошел такой эпизод. При поддержке авиации немецкие танковые войска пошли на переправу. На середину переправы 58-я танковая бригада поставила танк с экипажем. Механик-водитель танка КВ-1 был сержант Капустин, мотор был заглушен. На переправу заехал первый немецкий танк и подошел к нашему КВ. Немцы решили, что танк брошен экипажем. Они прицепили наш КВ и хотели утащить трофей, но Капустин выжил один фрикцион и держал танк. Подошел еще один немецкий танк и двойной тягой хотели утащить трофей. Когда немцы прицепили, то механик-водитель Капустин быстро завел свой КВ и потащил оба танка на свою сторону. Сам на берег выехал, остановился, а два немецких танка остались на переправе, блокируя ее. Их экипажи, кто выскочил, те погибли от наших стрелков. Наши стрелки следили за этим делом, а кто остался в танках, просто сдались. Танк КВ держал их на поводке, а Капустин за это получил орден боевого красного знамени. Я с Капустина встречался после войны. Он был мой земляк. Мы оба с Красноярского края, Каннского района. Наши села были в противоположных сторонах по отношению города Каннска. Я с Верхней Амонаш, а он из села Сотниково или Абон. Но от Каннска километров 50-60, а мое село от Каннска 40 километров. До войны мы не знали друг друга, а под Харьковом и Белгородом воевали вместе на Юго-Западном фронте. Когда я был в Каннске, ездил к нему. В то время Капустин был председатель колхоза. Первый раз в 1946 году я продолжал учебу в сельхозтехнику, веномеханика. А осенью, в период уборки урожая, райком партии организовал тройку в городе Каннске по уборке урожая и отгрузке зерна с колхозов на элеватор в Каннск. В тройку входили второй секретарь райкома партии товарищ Копылов, начальник МВД подполковник Веремеев, ну и я, механик сельхозтехники Жижель. Меня послали по проверке уборки и отгрузки зерна, так как было донесено в райком партии, что много теряют зерна комбайна с соломой и задержка автомобилей на погрузке. И вот в таком положении мы встретились с Капустиным. Я был послан туда на неделю. Он меня принял очень хорошо, как друга фронтовика и как представителя райкома партии. В работе, конечно, все было. Я требовал то, что нужно, а он в порядке оправдания другое. Но решали вопросы вместе. Я был совсем молодой, но до войны уже прошел от прицепщика до тракториста и был уже более трех лет бригадиром тракторной бригады. Так что я знал хорошо машины, трактора, комбайны, автомобили и сельскохозяйственный инвентарь. Еще до войны был передовиком в районе, где меня часто отмечали в райкоме партии, к райкоме партии КПСС. Первый секретарь был Арестов. Можеству и справедливости меня научила армия Великая Отечественная война. Ну а и мы с председателем Капустином делали выводы то, что справедливо требовала партия КПСС ждали все вопросы и разбирали их все по отдельности. Бывало не только в управлении, но и за ужином. Вот такая была встреча с фронтовым товарищем. Он был годами постарше меня, но понимали, что хорошо, а что плохо. И все, что было плохо, устранили. Я обратно уехал в Канск, доложил в райкоме партии и включился в работу тройки по отгрузке и уборке урожая. Отмечу свою фронтовую службу в обороне нашей столицы Москвы. В районах Волоколамск, Можайск и Клин в Солнечногорск. Выполняя приказ командующего 16-й армии генерала Рокоссовского, лично в районе города Высоковск, поджег один танк. Под городом Клин еще один средний танк подбили. В городе Солнечногорск по дороге к Москве один немецкий танк прорвался на шоссе. Был приказ от генерала Рокоссовского догнать и уничтожить. Я догнал, и его поджал к кувету, он свалился и тут же загорелся. Со мной часто Рокоссовский ездил. Ближе к передовой генерала Лелюшенко было много приключений, но выводил танк из любой ситуации. Один раз со мной ехал генерал Лелюшенко, командующий 30-й армией, к Рокоссовскому на НП. Было холодно, сильный ветер, была снежная пурга. По пути нам встретился застрявший автомобиль ЗИЛ с кухней. Командующий 30-й армии приказал подцепить на буксир к танку автомобиль с кухней и вытащить на дорогу снежного заноса. И вдруг к нам навстречу на лошадях скачут два верховых в белых накидках поверх одежды. Генерал Лелюшенко приказал остановиться. Я остановил Т-34 с прицепленным ЗИЛом. Подъехали на лошадях два верховых, и Лелюшенко спросил у них, откуда вы? Они. С такой-то дивизии. Но генерал заподозрил, что-то не так. Он вылез из танка, подошел к всадникам, стал спрашивать, кто вы есть? Один ответил, «Я начальник разведки дивизии, полковник Ха». Лелюшенко берет рукой за удила лошадь и дает команду слезть с коня. Ну, а экипаж на стороже. Повернули пушку и пулемет в сторону разбора. Слез начальник разведки с лошади. Генерал дает команду снять белый халат, а он не снимает. Тогда генерал приказал шоферу ЗИЛа и другим солдатам, которые были в кузове, держать другую лошадь. И когда он снял халат, оказался действительно немецкий полковник, начальник разведки немецкой дивизии. Командующий 30-й армии посадил полковника к себе в танк. Коновода оставил. А башенного стрелка посадил на лошадь немецкого полковника и разоружили коновода. Башенному стрелку дали автомат, чтобы сопровождал коновода за танком в расположении штаба 30-й армии. Вытащили мы ЗИЛ с кухни ближе к дороге, а сами поехали назад в расположение. Сдали пленных в штаб и поехали обратно командующий 16-й армии генералу Рокоссовскому. Все делалось по-быстрому. Приехали к Рокоссовскому на НП. Так Лилюшенко с танка сразу говорит. Константин Константинович, что же ты не продвигаешься? Я уже с 30-й армии залез в мешок, скоро нащупает противник и отрежет. Буду в окружении. Рокоссовский отвечает. Не могу, бесполезно уложить на смерть личный состав. Вот посмотри, стоит три гнезда, вооруженные пушками, и не менее взвода автоматчиков и несколько пулеметов. Надо не менее трех танков, чтобы подавить эти точки. Лилюшенко отвечает. Да вот есть танк. А Рокоссовский, что он один сделает? Лилюшенко. Сделает и дает мне бинокль посмотреть. Я посмотрел. Рокоссовский спрашивает меня. Сумеешь? Думаю, сумею, товарищ генерал. Лилюшенко поддержал. Получили приказ сразу от двух командующих 16-й армии Рокоссовского и командующего 13-й армии генерала Лилюшенко. И помчались на максимальной скорости, а снегу было много. Пушка на готове, снаряд осколочный там на месте. Пулемет также на взводе готов. Шли в сторону правого гнезда и только сравнялись с первым гнездом, резко повернул танк в сторону гнезда и дал полный газ танку на гнездо. Знаю, что противник этого не удерживает, а бросит позицию и по траншеям уйдут от своей точки. Так и получилось. Ни одного выстрела не успели сделать. Но мой танк залез на пушку, а другие сооружения развалил и сам завис на пушке, на днище сел. Но я рывками делал, чтобы хоть одной гусеницей зацепиться и выскочить с гнезда. Получилось хорошо. Еще раз наш танк на гнезде сделал разворот, я убедился, что все изуродовано. Двинулись по прямой линии по снегу к мелкой посадке леса. На окраине леса двинулись на второе гнездо на максимальной скорости. Схода раздавили все сооружения и пушку. Здесь немцы дали несколько выстрелов по танку, но в лоб танка. А после сближения с нами бросили позиции и ушли по траншее. Наш пулемет работал хорошо, скашивая бежавшего противника от своей пушки, и наша пушка тоже давала ответный огонь. Мы раздавили второе гнездо. Стали доходить до третьего гнезда, тут нам было тяжелее. Не доезжая метров сто до него, была просека леса, и там тоже стояла пушка. С НП Рокоссовского она была незаметна, а когда я уже доехал, вижу, что подставляю бок танка к той пушке. Но не дал, а дал угол под рикошет пушки третьего гнезда, что стояло в глубине леса возле села, и проскочил. Хорошо развернул танк пушку третьего гнезда. Но нелегко было экипажу, много ушло снарядов для дальней пушки, хотелось и ее угостить. Ну, думаю, ей тоже досталось. Но когда я выехал из гнезда третьей пушки, то дальняя пушка подожгла мой танк недалеко от леса. Наш танк стал гореть, и мы под защитой танка лежали на снегу, сразу стали рваться снаряды в танке. Подошло время рвануть горючему в танке, нам нужно было отползать. Решили под пулями автоматов и пулеметов отползать, а то немцы могут нас погубить. Но вдруг с НП Рокоссовского пришел танк, и мы залезли в него, и доехали на НП. Когда прибыли после боя на НП, командующий 16-й армии генерал Рокоссовский, командующий 30-й армии генерал Левшенко встретили нас по-разному. Рокоссовский похвалил меня, и по отцовски сказал, молодец. А мы были одеты в сапоги, он заметил и спросил, как ваши ноги? Мы ответили, ничего, только не ощущаем. Там были еще офицеры, и он приказал нас отправить в лазарет. А генерал Левшенко ругается, достал пистолет, расстреляю, танк потерял, подставил бок, третий гнездо раздавил и вдруг подставил бок, Аркосовский ему. Дмитрий Данилович, там в глубине леса в деревне еще была не одна пушка. Успокойся, а посмотри хорошо. А что механик видел и в задании боя выполнял все правильно, маневрировал быстро, хорошо уклонялся от снарядов противника. Сам ты тоже восхищался. Я лично отмечаю и говорю, молодец, задание выполнил отлично, а что, что танк сгорел? Шут с ним. Танк оправдал себя, считай, три пушки раздавил из нескольких пулеметов и сразил более десятка противников пулеметов. Я же тебе, Дмитрий Данилович, говорил, что надо три-четыре танка, чтобы прочесать два километра вглубь леса и деревни. Успокойся, а вы езжайте в армейский лазарет. Выше я писал, что 58-я танковая дивизия передавала в 30-ю армию и обратно в 16-ю армию, то я уже изучил характер Левшенко, его способность, его героизм, настойчивость, смелость. Из всех генералов он был самым находчивым в боях и отличным воякой, но слишком горяч. Рокоссовский был умным, спокойным, интеллигентным и умел управлять войсками. За все время в боях обороны Москвы я не один раз ездил на танке с ним и не слышал ни одного раза руганий с солдатами и офицерами. Ко всем на вы, без крика и руганий. Однажды пришлось выполнять личные приказания генерала Левшенко в боях за Москву. От станции Завидова было еще село Завидова рядом на возвышенности. Там в удобном месте стоял немецкий танк и обстреливал все дороги и наши войска. Вот точно так же Левшенко показал точку местности у станции Завидова и сказал, надо добраться до него с любой стороны и уничтожить танк. Оказалось, что строилась новая школа, сруб уже был выведен до крыши. И вот там немецкий танк пристроился возле этой постройки и крутился куда ему нужно. Постройка длинная была, но очевидно планировалась двухэтажная. Добирались мы осторожно. Перед заданием мы взяли с собой бидон с мазутом. Несколько раз делали остановку, чтобы лучше увидеть, где именно он стоит. Командир, старший лейтенант Каледа разведал, где стоял танк. Остановились и сильно намазали гусеницы и катки мазутом, чтобы уменьшить шум при движении. Ну и решили сначала тихим шагом на малом газу, а потом на полный газ и сразу встретились. Из-за угла постройки сходу влепили снаряд по немецкому танку и он загорелся. Надо отдать должное, что немцы не растерялись. Уже сгоревшего танка повернули на нас башню и выстрелили. Попали нам по гусенице. Разбили гусеницу, снаряд угодил в ленивец, разбил правый подшипник ленивца и гусеница обвисла. Двигаться нельзя, пушка работает. В основном пулемет бил по горевшему танку. Экипаж с горелого танка выпрыгивал, а наш пулемет добивал. Он долго горел. Командир танка, старший лейтенант Коляда, пошел встретить, кого-нибудь передать, чтобы приехала летучка. Также передали и по рации. Через день приехала летучка. А начальником летучки оказался бывший механик Большауренской МТС Новиков. В форме старший лейтенант, три кубика на петлицах. А я был трактористом, позже бригадиром тракторной бригады Большауренской МТС. Тут кругом учителя жили, мы ходили к ним обгореваться. Вот такая встреча была. Новиков тоже был на фронте и в нашей дивизии. Отремонтировали наш танк, все сделали хорошо. Осмотрели сгоревший танк. Генерал Ли был, американец. Хорошо, что наш снаряд сразил его, а то нам было бы туго. Он так был вооружен, две пушки, крупнокалиберный пулемет, но броня тонкая и не обтекаемая. Уже снаряд попавший не трикошетит. Никогда не забыть ожесточенные бои в обороне нашей столицы Москвы. Волоколамск в ноябре 1941 года город Высоковск, Клин, Солнечногорск и населенные пункты и села этих городов. Бои на территории города Звенигорода и его населенные пункты села ожесточенные бои в Завидово, а также бои за оборону города Дмитрово. Сам с экипажем стоял у моста через канал, не допускали противника к мосту. Незабываемые бои Сычевско-Вяземской наступательной операции и Клинско-Солнечногорской наступательной операции. Боевых действий нашей 16-й армии генерала Рокоссовского и 30-й армии генерала Лилюшенко. Незабываемая 58-я танковая дивизия. Позже стала 58-я танковая бригада, 116-й танковый полк и 117-й танковый полк. А когда стала 58-й танковой бригадой, то вместо полков стали отдельные 116-й и 117-й батальоны. Вместе воевали и со многими встречались после победы. Вернусь в 1942 год. Танкисты 58-й бригады в Риегарде форсировали Северский Донец и начали отступать сильными боями. Часто приходилось прорываться с боями назад, на выручку своих офицеров и солдат, попавших в окружение. Например, был такой случай. В 5 километрах от города Волчанск есть или было тогда красивое место Зеленый Луг. Было там 2-3 дома, и вот наш экипаж получил срочное задание прорваться обратно в город Волчанск и выручить начальника политотдела со своими помощниками. Уже вечерело. Нам указали дом напротив заезда в город Волчанск по дороге, идущий из города Белый колодец. Мы на максимальной скорости с дымовыми шашками, кое-где применяя пулеметный огонь, добрались до этого дома, где был начальник политотдела со своей командой. Забрали их кого в танк, кого на броню, и также с дымовыми шашками прорвались через линию фронта уже с другой стороны, через город Белый колодец и доставили всю команду. Правда, мне было тяжело после контузии с 9 переломанными ребрами, но на войне никто не болел, кроме воинов, получивших в бою тяжелые ранения. Всегда силы была, страха не было, но пришлось обратно ехать с другой стороны, давать круг, потому что, если прорываться по дороге, откуда мы заезжали, то там было очень большое расстояние в прорыве через линию фронта, а у нас на броне на танке около 10 человек. Всех в середину танка к экипажу не затолкаешь, а если такое расстояние линии фронта прорываться, то можно потерять товарищей, кто сидит на броне сверху танка. Вот я и решил возвращаться в Круговое через город Белый Колодец. Тут был прорыв от дома до дороги метров 200-300, а там еще противника не было, и мы решили так возвращаться к своим, чтобы сохранить товарищей. Так и получилось, все было спокойно. Может, где и сидели, или лежали немцы, но они не дураки связываться с танком. Сам начальник политотдела, полковник и его командиры отблагодарили нас. Бои в городе Сталинград. В боях на подступах к городу и в обороне Сталинграда 58-я танковая бригада входила в 3-ю гвардейскую армию генерала Лилюшенко. Когда я попал в 58-ю танковую бригаду, я получил танк Т-34. На этом танке мне пришлось отбивать многочисленные атаки противника в районе тракторного завода. В одном из боев вражеский снаряд попал в погон башни, и у нас заклинило поворотный механизм башни. Пришлось нам заменить Т-34, отдать его в ремонт. Пересел наш экипаж на тяжелый танк КВ. Наш экипаж послали в центр города, в район сосредоточения армии Чуйкова. Сильнейшие оборонительные бои велись на этом участке. С одной стороны Мамаев курган, с другой река Волга, шириной около двух километров. Мы стояли в обороне у так называемого дома Павлова. Своим огнем танковых орудий мы помогали удерживать оборону этого дома. По-моему, он был четырехэтажным. Павлова с бойцами находился уже на втором этаже, а немцы на первом. Нам приходилось вести огонь по первому этажу. И как этот сержант очутился на земле, не знаю. Выбежал со стороны дома и бегом к нам. Мы его хотели посадить к нам в башню танка, но он отказался и снова побежал в дом. Больше мы его не видели. После внутренних боев в городе Сталинград штаб нашей 58-й танковой бригады располагался на окраине города, недалеко от тракторного завода. Бригада понесла большие потери не только в личном составе, но и в технике. Большое количество танков было уничтожено противником, а у немногих уцелевших был практически полностью выработан моторесурс, а также сильно изношена ходовая часть. Катки, гусеницы, фрикционы, трансмиссии, вооружение танков все было в плачевном состоянии. Нашу 58-ю танковую бригаду расформировали. Командующий 3-й гвардейской армией генерал Лелюшенко весь оставшийся личный состав бригады зачислил свою армию и распределил по своим дивизиям. Так я попал в 203-ю стрелковую дивизию к генералу Сдановичу, который взял меня к себе водителем. Вместе со мной в дивизию зачислили моих сослуживцев из 58-й танковой бригады, офицеров Ефремова и Остапенко, старшего техника лейтенанта Киреева, старшего лейтенанта Белых, Дмитриева и еще более 15 человек. Мой друг Дмитриев попал в Санбат шофером грузовой машины. Старший лейтенант Киреев стал помощником начальника штаба 203-й дивизии. В дальнейшем он стал капитаном. Капитан Остапенко стал начальником по продовольствию, потом получил звание майор. Ефремов стал начальником по горюче-смазочным материалам. В дальнейшем он получил звание майор и его куда-то перевели на большую должность. 203-я стрелковая дивизия полковника Сдановича пошла по заданию генерала Лилюшенко. Приказ был дан ему сверху. 203-я стрелковая дивизия передать в 5-ю танковую армию генерал-лейтенанта Шлемина. Мы весь путь шли с боями в район Ровеньки город Старобельск. Помню, Лисичанск, Айдор и рядом село Шульгинка остановились недалеко от города Старобельск тоже в лесу над рекой. Стали делать укрепрайон или линию. В общем, работали и проводили подготовку к обороне. Генерал Шлемин очень часто приезжал проверять нас. Одно время приехал и дал приказ командиру всех танкистов, которые есть с расформированной 58-й танковой бригады под Сталинградом после Сталинградской битвы передать в полном снаряжении в штаб 5-й танковой армии. И вот нас собрали всех, кто попал в 203-ю стрелковую дивизию, а большинство осталось 3-й гвардейской армии и на машине увезли в штаб 5-й танковой армии. Представили генералу Шлемину, он подготовил беседу, очень культурно и спокойно сказал, сейчас наступление идет в Воронежский фронт и по приказу свыше всех вас, танкистов, передать Воронежскому фронту в 1-ю танковую армию в распоряжении генерала Рокоссовского в резерв 19-го танкового корпуса. Я сразу попал в 68-ю танковую бригаду, командир бригады был в то время майор Тимченко. Зам бригады был Бордюков, я там занимался техобслуживанием и ремонтом танков и еще некоторые из нас. Вместе с офицером нас было где-то 10 человек. Начальник наш был старший техник, лейтенант Остапенко, старший лейтенант Ефремов, они тоже с 58-й танковой бригады. Первое. Дмитриев, механик-водитель с 58-й танковой бригады. Второй. Жежель, механик-водитель с 58-й танковой бригады. Третий. Белых, башенный стрелок с 58-й танковой бригады. Четвертый. Сысин, командир танка с 58-й танковой бригады. Пятый. Рахманов, механик-водитель с 58-й танковой бригады. Шестой. Кериченко, механик-водитель с 58-й танковой бригады. Седьмой. Дюбаков. Башенный стрелок с 58-й танковой бригады. Бойков. Шофер с 58-й танковой бригады. Степанов. Шофер с 58-й танковой бригады. Десятый. Лейтенант Киреев. Передали нашу команду под руководством старшего лейтенанта Остапенко в Воронежский фронт, который шел с боями по уничтожению противника Острогорско-Рассашанской группировки и Воронежско-Косторнинской группировки противника. Нас распределили по экипажам. Кое-кого на автомобиле. Я и Дмитриев попали в экипаж 200-й танковой бригады. Там мы встретились с командиром 1-го танкового батальона капитаном Харитоновым Валентином Сергеевичем. Мы друг друга прекрасно знали. Он еще был в 48-й танковой бригаде, а я учился в школе танкистов 58-й танковой дивизии в 117-м отдельном танковом полку. Харитонов был командиром 2-й танковой роты в городе Ворошилов, Уссурийск. Воевали вместе с боях с противником в обороне города Москвы в 16-й армии, 30-й армии. В 1942 году при переформировании с 58-й танковой дивизии в 58-й танковую бригаду старшего лейтенанта Харитонова, участника боев на реке Хасан и участника боев в Испании, орденоносца боевого Красного Знамени, перевели где-то в другую часть и мы не виделись. «Комбат капитан Харитонов обратился к командиру 200-й танковой бригады к полковнику Маргунову, чтобы меня и Дмитриева перевели в 1-й батальон. Маргунов тоже хорошо меня знал. В феврале 1942 года он вручал мне под Москвой партийный билет. В то время он был подполковник. Он обращался к генералу Рокоссовскому, но Рокоссовский знал меня только в лицо, а фамилию и имя отчества нет, но нас перевел. Потому что командир 200-й танковой бригады полковник Маргунов Рокоссовскому все объяснил о боях обороны Москвы и генерал вспомнил все мои подвиги и вспомнил, что я много раз на танке перевозил его и генерала Лилюшенко, командующего 30-й армией. «Перевели меня по приказу генерала Рокоссовского где-то в первых числах июля в район села Верхопенье. Помню, дорога шла на Обаянь. Командир 1-го батальона капитан Харитонов взял меня на свой танк механиком-водителем, а Дмитриева помощником командира танка и 9-го июля в конце дня в бой пошли на командирском танке по приказу комбата Харитонова. «Я механик-водитель, Дмитриев командир экипажа. Срочно нужно было ехать, не было ни минутки. Командир 1-го батальона Харитонов срочно отдал нас командиру взвода лейтенанту Замула или лейтенанту Мазалову. С 1941 года мы были уже во 2-й роте и участвовали в боях в обороне города Москвы. Харитонов знал наши способности и настойчивость, поэтому так быстро решил нас пустить в бой. Один немецкий танк, если правильно выразиться, то немецкое штурмовое орудие «Фердинанд» прорвался в бою у лейтенанта Мазалова с района Верхнопения и прямо в сторону ННП генерала Рокоссовского пошел. Приказ был командира 1-го батальона Харитонова догнать и уничтожить, снаряды использовать, какие потребуется, снаряда не жалеть. Но «Фердинанд» должен был подбит или уничтожен. Догнать догнали, но подбить никак сразу не могли. Снаряды летят и летят по направлению ННП Рокоссовского. Я кричу «Дмитриев, что ты бьешь по орудию? Бей по гусенице по правой стороне. Бей, потому что я иду вплотную с левой стороны. Если левый поразит гусеницу, то Фердинанд может развернуть на нас и расплюнет, и нам всем капут вместе с танком. Любые снаряды используй, но гусеницу разбей. Возьми горячий снаряд и попробуй им, и быстрей, а то уйдет к себе». Да и по радио кричат и ругаются. Командир батальона и командир бригады. Саданули мы по нему горячим. Тут же минуту Фердинанд сходу бросила вправо, а мы оказались слева, рядом с ним. Он не сдается. Приняли решение отойти назад и по второй гусенице. Разбили и левую гусеницу. По радио сообщили. Орудие Фердинанд остановлен, но нужно добить, подходить с леса осторожно. Экипаж в машине. Нужно срочно послать ПТР или горючую смесь в бутылках. Или охрану, чтобы не дать гусенице экипажу врага отремонтировать. Когда вернулись, обо всем доложили командиру батальона. Теперь командир бригады требовал прибыть к нему. Прибыли. Моргунов поблагодарил и сказал. «А тебе же жили, Дмитриев, генералу Рокоссовскому». Прибыли к Рокоссовскому. При встрече он взялся за голову и обнял меня. И сказал. «А я вот всем моим работникам рассказывал. Такой случай был у меня под Москвой. Выполнял мое приказание. Так вот, он оказался перед нами, этот сержант. Я все эти минуты боя держал в уме перед глазами танка у города Солнечногорска. И там были вы, я помню, как приказал догнать и уничтожить. Вся эта картина повторилась сегодня. Молодец. «А вы, сержант, неправильно вели стрельбу. Сразу били по корпусу. Нужно было сразу по гусеницам. Но молодец, что подбили. Сейчас его уже окружили. Я спросил, его сожгут или целым оставят? Генерал сказал. Сжигать не будем, мы его используем в своих целях. Сведения о себе дайте своему командиру Моргунову. С какой части? Я знаю, что вы с 19-го танкового корпуса, а с какой части прибыли в 19-й танковый корпус в резерв? Дали данные». «За этот подвиг, очевидно, с учетом и в обороне Москвы, также выполнял приказ генерала Рокоссовского, где он вспомнил, что я уничтожил прорвавшийся танк. Генерал Рокоссовский наградил меня орденом Красной Звезды, и его фотограф меня сфотографировал. Эта фотография у меня сохранилась». «После этого несколько дней отбивали атаки, утихомиривали немцев и двинулись вперед на Харьков. Воронежский фронт, Степной, 1-я танковая армия, 5-я танковая армия и 200-я танковая бригада полковника Моргунова. 10 или 15 августа были уже под Харьковом. Богодухово, и уже там был Юго-Западный фронт 5-й танковой армии генерал-лейтенанта Шлемина, 203-й стрелковой дивизии полковника Сдановича. В Краснокутске наша команда обратно вернулась в 203-ю стрелковую дивизию Юго-Западного фронта к генералу Малиновскому. В августе 203-я стрелковая дивизия сосредоточилась в селе Богородичное и перешла в 12-й армию генерала Данилова. С Юго-Западным фронтом мы пошли с боями на Донбасс. Большим боем встретились с фашистами у села Голая долина. Я уже был шофером у комдива Сдановича. Я остановился на Голой долине, потому что там были ожесточенные бои, а еще потому что моего друга, снайпера Сергея Орлова, тяжело ранило. Он был снайпером сначала в боях на подступах к городу Сталинграду. За это он был награжден медалью за отвагу, орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны и присвоили ему звание лейтенанта. Мне, как шоферу комдива, не забыть никогда. Очень тяжело было сутками за рулем, под разрывами снарядов, мин, бомбежки с самолетов. И еще друга Васильченко, старшину Мецанбата. Я привез раненого в Мецанбат, он стоял на окраине леса. Был непрерывный обстрел, снаряды летели через машину, но мы на это уже не обращали внимания, привыкли. Как раз в Мецанбате был обед, и мой друг, старшина Васильченко, решил пообедать и накормить меня. Принес в котелках первое, мы поели. Пошел за вторым. Принес. Я сижу за рулем, а он сел на заднее сиденье. Снаряды все летят через машину, то по сторонам, то дальше рвутся. Один снаряд разорвался сзади машины. Пробил осколок машину, сиденье, и Васильченко разрезал напополам. Я хотел оказать ему помощь, но, увы, он сразу скончался. Все его внутренности были в салоне машины. Для меня это был сильный удар. До сих пор не могу забыть. Вся эта картина стоит перед глазами. Кончилась схватка в районе села Голая долина. Камдив Сданович решил объехать Донецк, Макеевку, Авдеевку и Синоватую, Горловку. Отъехали. Камдив был в очень хорошем настроении. Попали где-то возле маленького березового леса под бомбежку с нескольких самолетов. В этом лесу и остановились. Залегли недалеко от машины. Самолеты улетели, и мы поехали в штаб дивизии. После обеда Камдив и начальник политотдела дивизии Беспалька поехали в село Гусаровка и попутно заехали в село, где располагался артполк. Вышли по дороге на подъем и пошли на спуск, а впереди шла машина, груженная снарядами. Студобеккер шел на малой скорости, а мы за ним метров 200-500. Я спрашиваю Камдива, обогнать? Он ответил, не надо, мы смотрим окружающую территорию самой Гусаровки. И вдруг начался обстрел минометным огнем по Студобеккеру. Машина загорелась. Я резко прибавил газа и на максимальной скорости повернул налево, там стояли стога соломы и отмолоченного урожая пшеницы. А минометный огонь сразу перенесли по нашей машине. Я быстро подадил стог соломы для прикрытия от огня мин. Камдив и начальник политотдела выскочили из машины, и я за ними, в траншею. Только запрыгнул, повернулся, горит тот стог соломы, где стоит машина. Я тут же выскочил под разрывами мин и снарядов в машину и перегнал за следующий стог, а сам обратно в траншею. Обстрел непрерывно продолжался, даже усиливался, и Камдив определил, что мы сидим в немецкой траншее, и нам не дают из нее выйти. Специально усиливает огонь, потому что немцы идут по траншеи к нам и хотят захватить нас в плен. Камдив дает мне приказ. Немедленно выбирай момент и быстро заводи машину и срочно в деревню в артполк. Объясни обстановку. Я выскочил к машине, поехал быстро напрямую по кукурузе, по подсолнухам, по траве. Я не обращал внимания на то, что местность была без дороги, неровная, а на спуске к вершине были посевы. Для того, чтобы при дождении смывало землю вниз в ложбину, были сделаны уступы. Внизу была дорожка в село, и от этой дорожки начиналась немецкая траншея для отхода немцев в село Гусаровка. Вот я на машине прыгал по этой лестнице. Скорость была большая, машина не прыгала, а летела и приземлялась. Я представлял, что может случиться. Два больших начальника немцы могут пленить, если я не успею вовремя сообщить. Подъехал в штаб артполка. Коротко все объяснил командиру полка. По-моему, в то время был майор Клюка. Позже он погиб, отражая атаки противника. Быстро выехали на это место машины с реактивными установками. Я сел на первую машину и напрямую на то место, где были Камдив Сданович и начальник политотдела Беспалько. Через минуту две минометных точки противника были разбиты и уничтожены. По траншеи автоматчики противника были уже за несколько сотен метров до Камдива и начальника политотдела. Еще через 20-30 минут было бы страшное. Успели вовремя на место и отразили непрерывный минометный обстрел. После этого случая Камдив не ездил без радиста. После этого были ожесточенные бои в районе Гусаровки. Мы прорвали Воронежскую оборону, освободили много сел, в том числе и Гусаровку. Освободили город Павлодар и несколько железнодорожных станций. Юго-Западным фронтом командовал Малиновский. После стал называться Третий Украинский фронт, командующий Малиновский. Интервью Сергей Маврин Конец первой части Читал Олег Лобанов Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok